11 сентября на улице Ильфа Петрова, 25, на месте бывшего детского сада спилили около 30 деревьев. Местные жители-активисты отреагировали мгновенно. Вызвали на место событий полицию и экологическую инспекцию. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Беспощадный спил деревьев начался утром 11 сентября. Под прикрытием сотрудников охранной фирмы некие личности, которые отказались представиться и предъявлять какие-либо документы нашей съемочной группе, спилили около 30 деревьев. Уничтожают деревья и будут саживать 16-этажные дома. А вы предполагаете, это охранная? Да, уже есть информация, что это охранная фирма «Зевс». Я вот пришел посмотреть, сейчас еще подъедут активисты. Кто строит? ЧП «Мода». Это кто такие? Благодеятели. Да, благодеятели. Такие благодеятели, которые дальше не будут пилить. Напомним, что соседи стройки, местные жители давно уже протестуют против нее, требуя восстановления детского сада. И говорят, что мэрия и застройщик грубо нарушают закон. И, по словам жителей, территория находится под арестом в связи с судебным процессом. Поэтому никакие работы там не должны проводиться. Да, выдано условие ограничения на строительство 4-секционного дома, на 700 квартир и паркинга на 300 автомобилей. Кем выдано? Городским отделом архитектуры и строительства. Показывали документ? Конечно, он находится в свободной базе, на сайте вы можете его найти. И мы сейчас боремся за отмену этого решения. В то время, как валили живые деревья, местные жители и активисты звонили в департамент экологии. И как только люди рассказали, в чем дело, на другом конце провода бросили трубку. И больше дозвониться к ним было невозможно. Также жители отметили, полиция бездействует. А в экологической инспекции им нехотя сообщили, что отреагируют. Но так никто не перезвонил и не прибыл на место событий. Детский садик, два этажа. А скажите, а деревья... Не мешает, потому что будет большой детский садик. А кто дал разрешение на спил деревья? Какие десяток? Уже 20 с чем-то. Вот тут, все вокруг спилено. Осталось вот это. Но они дали обещание, что не будут пилить. Пока не приедут, не разберутся. Но сейчас они едут. Документы вы можете предпринимать? Как правило, поверят. Высшее руководство поверят. Высшее руководство? Да. На территории за ограждением остался чей-то автомобиль, который пытались переместить. С треском продолжали падать спиленные деревья, а в это же время под тротуаром ходили дети. Ведь рядом и школа, и детский сад. И несмотря на присутствие сотрудников полиции, ситуация не изменялась. Очевидно, таким образом нынче охраняется общественный порядок. Жители вынуждены продолжать протесты. Планируют перекрыть проспект Академика Глушко. Наша съемочная группа продолжает следить за событиями.